здравствуйте дорогие друзья наконец-то я могу сделать для вас видео об истории 2 индюшины ноги сыровяленой потому что делалось это видео готовилось для вас 4 месяца собиралась информация начнем с того как мы ее начали приготовить и заканчивая дегустацией история 1 индюшины ноги как известно у дико 2 ноги первую я уже вам показывала ссылку на нее оставлю в описании и прикрепленное видео рекомендованное в конце этого и вы сможете посмотреть те ошибки которые я делала возможно и те мелочи которые могут вам пригодиться в приготовлении сыровяленого индюшиного мяса вот я надеюсь что это видео тоже будет вам полезно здесь используем другой способ приготовления это сыровяленая нога в обмазке и приятного просмотра и так возьмем с вами смесь перцев кориандр это собственного приготовления базилик уже известный в общем-то и вот такой вот нож куда уже без кожи значит мы с вами смешиваем в емкости в мисочке в какой-то все эти специи я еще добавлю сюда карри приправу очень любимую так и не все это перемешаем добавляем сюда вот так размельченный базилик перемешиваем все и попробуем натирать ножку с двух сторон думаю что этого будет достаточно присыпаем и втираем присыпаем и втираем в общем-то ничего сложного в первой части видео об индюшин ноги я уже говорила о том зачем нужна нам подушка и зерна мне очень понравилось ее использовать там же показываю результаты в общем-то ее использование можно посмотреть дорогие мои я забыла зависеть ногу поэтому вот притащила ее уже в специях но наверно вес специи наверно пускай он так скажем будет тот самый элемент неточности в весе таз вот он такой такой же смысле мы сейчас его обнулим и поставим нашу ножку вот так дорогие мои друзья я жду от вас просмотре рекламы на нашем видео это нас поддерживает очень сильно за это вам будет отдельное огромное спасибо и это ваше спасибо за наши труды и благодарю сразу тех кто уже это делает давно спасибо вам так два с половиной горечь вот такая вот ножка у нас сейчас будет в зоне риска посмотрим все таки получится у меня с бедром сделать это ее или нет укладываем а значит аккуратно ровненько стараемся чтобы с каждого края был доступ соли к ней чтобы не было мест который прилегает плотно к таре и не просаливаются при этом я взяла плюс ко всему другую пачку соли новую и постаралась тереть в одну часть ноги и с другой стороны тоже перевернув пытаясь втереть эту соль в ногу но в общем то может быть это и не столь важно потому как все равно мы все ногу полностью за засолим засыпем солью но все-таки мне показалось что так будет лучше и эффективнее вот так вот втереть в нее эту соль сверху специи поверх специи вот переворачиваем и повторяем еще раз эту же процедуру вот таким образом вот в общем то вот такая шапка из этой соли получилась соль из которой я делала подушку она в общем со специями уже это соль с предыдущей ноги которую я засаливала которую я высушил на печке в общем потому что моя природная жадность не дает мне возможности тратить так много соли на каждую из ног и вот здесь я тоже ее использую она сухая но уже со специями с предыдущих с предыдущей ноги вот так я ее использовала здесь не могу сказать точно что так можно повторять можно делать потому что ну возможно как-то соль по-другому начинает выгонять влагу из ноги если она уже была намочена и высушена она не была сверх мокрая но все равно она вот такой сомнительной сухости так скажем если делаем первый раз то конечно берем абсолютно новую соль в идеале и получается по 4 5 пачек я истратила вот на этот таз на такой же точно засаливая первую ножку вот так получилось посмотрю уже ночь кромешная ногу нашу так знаете что в прошлый раз я заметила что нога усыхая создается пространство между корочкой вот этой вот этой солевой ребят два часа ночи я прошу прощения что туплю корни короче и самой поверхностью ноги и поэтому я думаю что она еще даже не просаливаться может из-за этого поэтому надо так вот надо проверить на просолку нажимая на нее и если она мягкая все еще значит она недостаточно просолилась это я снова же высмотрела новые вот видите я сгребла и соли как будто нет нога усыхает вот и в итоге соль не покрывает ее поэтому мы сейчас с вами ее немножечко пошевелим чтобы соль везде везде проникла зерно должно забирать всю лишнюю влагу поэтому соль не требует замены но я не вижу что какой дефект страшный в соли есть то есть она достаточно сыпучая вот видите такая плотность ноги еще не просолилась она не готова она должна быть твердая все сейчас я ее еще чуть подцеплю и закрою все везде посмотрю проверю чтобы она везде везде была закрыта слоем соли 4 дня прошло ну что время x 10 суток сейчас освобождаем ногу и промываем ее так это по ходу одной рукой сделать будет проблематично но смысл все-таки надо показать смотрите видите она сильно достаточно затвердела но все равно мне кажется что она должна еще сильнее затвердевать но я не профессионал но уже больше десяти дней даже баранью столько не держит в конце концов ну короче ладно все промываем ее смываем всю соль в воде в этот раз держать не буду будет соленая слишком значит будет скажу вам правду помыли мы ногу в холодной воде где-то я высмотрела что мыть ее надо в холодной и половину специи как вы видите тоже ушло у нас теперь я ее буду вытирать полотенцем сначала обычным потом бумажным и хотела заметить еще кто-то вытаскивает вот эти косточки видите которые вот здесь вот проходит здесь и вот здесь не помню смотрела у кого-то простите ребят что не могу ссылку на вас дать я не помню если честно у кого он кто-то вытаскивал те ножки косточки я не пока не понимаю зачем вот то что я делала и возможно зря сейчас скажу вам я пыталась засунуть специи в том числе собственный базилик достаточно крупный вот в эти расщелин так скажем и зря пташ сейчас он намокает там когда ты его моешь и ты его выковырить ты не выковыриваешь ты же не расковыриваешь ногу мы с вами не расковыриваю я не расковыриваю же ногу и поэтому он там намокший базилик это тоже я думаю что не совсем хорошо но я вымола что что могла но особо без надобности так делать я думаю это может быть лишнее место где они высохнет что-то не просохнет или начнет плесневеть гнить не дай бог еще что-то все отжимаем ее по полной программе и и стараемся эту ногу теперь поместить в холодильник на сутки я помещу чтобы она обветрилась как следует и подсохла по моему даже сутки или двое ну короче буду смотреть по ситуации вот она моя нога подвешена полка убрана чтобы ничего не задевала все будем ждать с нетерпением завтра посмотрю как она себя будет чувствовать так а у нас здесь с вами нога пакеты это с вареньем так вот она мы еще и даже не пробовали ну что друзья прошло двое суток наша нога висит все еще в холодильнике прежде чем ее забрать я хочу приготовить обмазку в которой я буду ее в дальнейшем вялить эту обмазку я подсмотрела на канале название которого боюсь я не воспроизведу там человек мужчина такой рецепт показывает я в общем слежу с него чуть-чуть заменив ингредиенты ссылку на этот канал я оставлю в описании постараюсь подписать на видео как называет его канал дословно по буквам и заранее ему большое спасибо и в общем то мы с ним не конкуренты поэтому пиарить мне его канал даже приятно потому что он умеет все в смысле приготовления таких вещей а я ничего поэтому мы с ним в разной весовой категории не в мою пользу что я заменю он добавляет красное вино а я добавлю соевый соус у меня просто нет красного вина есть самогон но он вряд ли подойдет так перец красный сладкий он добавляет другие специи а я добавлю по-своему но вопрос не в специях я думаю что в консистенции самой обмазки и нам понадобится черный перец и итальянские травы добавлю мускатный орех красный сладкий молотый перец еще нам нужен будет чеснок вот я столько начистила в общем сейчас покажу так где-то не было еще такая же низко так известен таро все все на на такой же в общем 80 грамм я начистил но не знаю наверное должно хватить в общем-то чеснока если что я мучки добавлю мукой буду корректировать густоту этого соуса вот а используя специи будут только такие я думаю что это на случай можно использовать те которые вам больше нравится так сначала мы все это сухое смешаем отдавая дань автор того видео у меня по-моему даже миска такая итальянские травы я высыплю все здесь 14 грамм мне вообще нравится эта спиция вот именно сборка такая там приятные травки так мускатного ореха я добавлю значит знаете как здесь написано чайная ложка примерно на килограмм мяса но это приготовление я добавлю наверное на две чайные ложки не больше да ну как то вот так вторая ложка будет вы верили в то что я могу не просыпать я не верила и правильно делал 2 чайные ложки мускатного ореха 2 чайные ложки черного острого перца молотого 3 чайные ложки молотого черного перца думаю три будет достаточно для остроты надеюсь так и красного сладкого молотого добавлю внутри столовые ложки а то нам мало будет сухих компонентов на рвт за замазки так перец красный сладкий 3 столовые ложки вы вышла в пакете так что можно сказать по граммам 20 грамм хорошенечко перемешиваем они добавила еще соли соли сколько там соли нам надо 1 столовая ложка соли и сейчас добавлю 3 столовые ложки муки все перемешиваем как следует и открываем соевый соус классический буду добавлять понемножку и перемешивать снимать мне не получится получится показать уже конечную консистенцию обмазки вот что получилось сейчас я еще помешаю получше вот такой консистенции видите крайне мере я по-моему такую хочу оставить пока еще не определилась если вдруг при моменте намазывания получится что что-то мне нужно будет погуще тогда я в общую массу добавлю еще немножко муки и после добавления муки на немножко подождать когда она как раз впитает всю влагу помешать как следует и чуть дать еще кстати я думаю что если поставить в холодильник то она будет гуще а если ее чуть подогреть ну то есть совсем чуть там до 40 градусов слома то она будет пожиже все в общем то такого плана субстанции но вот короче такая она получается так все пошла за ногой отгадайте что я забыла это ужас я забыла чеснок просто жуть взяла самый главный ингредиент и забыла ну вот зато мусор успела собрать сейчас добавим чеснок и еще немножко соевого соуса вот наша нога если все получится дегустации и должно быть еще через месяц после обмазки а завтра у нас будет дегустация прежней ноги можно так сказать вот она будем дегустировать вот эту ногу она уже свой месяц отлежала вот такая нога она совсем высохла смысле поверхность вот смотрите она подсушена совсем прямо даже немножко мужская заветрена хотя в холодильнике конечно сквозняков маловато вот в общем смотрите мы сейчас ее попытаемся обмазать вот усыхая кусочки видите не даже немножко открываются как-то так на твердость смотрим нет все равно она поминается не сказать что она прям кирпичная на ноготь не смотреть не вода мне маникюрами заниматься и бесполезно так вот такая она пробуем ее заштукатурить не знаю хватит не или нет но попробую по потоньше слой такой делать аккуратненький короче рецепт как обосрать всю кухню чтобы быть всегда красивым чтобы быть всегда здоровым нужно правильно питаться но и спортом заниматься если будешь есть будешь чаще улыбаться а а а а а а а а посмотрите сколько игольчатых костей в голени индейки в общем для вяленя я считаю что нога совершенно не подходит потому что мясо на ней с нее практически нельзя отрезать нормально ровно кусочки только в самом начале в конкретных вот местах которые я вам показывала а в потом впоследствии постоянно встречаются вот эти вот длинненькие на начале хрящи а потом переходят они в достаточно твердые косточки и все это неприятно а получается что смысла делать ногу вот так вот сыровяленую столько времени ждать ради там буквально 10 кусочков мяса конечно смысла в общем я не вижу ну что вот долгожданный момент когда мы можем попробовать наверное нашу индюшиную ногу с 28 ноября если я не совру я ее повесила надеялась что 28 декабря она будет готова она сыровата была и сейчас я даже не знаю наверное не видно еще может быть даже местами и поблескивает если потрогать ее вот видите можно немножко видеть что она поблескивает даже вот такая вот нога у нас получилось сейчас какое число 10 февраля 10 февраля короче я не знаю как можно не высохнуть было за это время до абсолютно сухого состояния все подсохли как я не знаю как резать так как вот есть она вот так просится так и отрежу хорошо попросите но ты начал с одного из самых сырых мест так ну-ка стой давай пока разгляды лучше ну красиво очень ничего свинтику сейчас вкапать на монитор на экран будет не надо объектив так так этот потоньше можешь резать слушай но мне кажется она по любому готова за такое время прям практически она черная здесь уже косточка мешает слушать ему однако красиво что не говори но скажи свое резюме пожалуйста пахнет вкусно а вот по факту очень долго ну да это очень невыносимо просто скажи что если вы была она висит еще в гараже а там иногда самогон дегустируется который вновь произведен и я на нее просто вот силой воли не съел и смотрел косился очень долго сейчас наконец-то попробую можно можно так посмотреть я только думаю сейчас ты скажешь блин что плохая вот так расстроена я скажу правду да она хорошая да очень а мне кусочек дай я тут слушай обалдеть хамончик за три месяца без лишней скромности да вообще бомба это даже лучше лучше что до этого ты делала спасибо до три месяца с лишним буквально 200 индюков вот так повешенные ноги да и кусочек без перчика но он огурец соленый можно же есть ну класс ну он уже обидит кусай ты не будешь эти говорю вот я перец у тебя отщипнула на жесты мне давай солененькая ждет слушай класс здорово вообще был во вторые зубки на что с другой стороны попробуем извините я не могу держаться слушай ну давай ну подожди со другой стороны попробуй вот эту голяшечку вот здесь срезать так ребята делали в видео да но только ее надо тебе держать рук на нет и вот так и срезать с краю знаешь стружкой сможешь давай аккуратно руки аккуратно она кстати вообще не жесткая вот сейчас ты срезаешь в общем-то скольжой обмазки правильно тоже давай хочешь доску дам другую не стеклянно скажи просто о красота божечки ты мои вот и не знаешь стоит того три месяца так если есть пандюков и так развешать эти ноги пусть себе висят да и по-моему она со временем чем как вино хорошее все достаточно шикарно а попробовать ну когда вы попробовать мои кошечки маленькой папочка обдери пожалуйста по краешке а серединку да и попробовать вкусненько ты же мясо-то не очень любишь зато папа любит очень мясо но все товарищи а я вот сейчас как вот как вот обиженка самой вот мне именно ничего не достается короче пошла я есть тоже эту ногу шикарно и соль и соль и и специи достаточно вообще класс тебе вот эта самая обмазка по бокам нравится тебе не кажется очень остро или наоборот вообще классно супер не меньше не больше ну короче мы растим индюков для этих целей да все равно мне по три месяца ждать нет мороки на самом деле немного повесил особенно зимой да вот так вот в при 8-10 градусов и пусть она себе висит летом я думаю не получится так сделать замаешься куда-то вешать будешь холодильник да но сколько ты в гошу в гараже весел я все покажу конечно все она последнее время все висела в гараже ну чё понравилось тебе чуть меньше соли мы но тогда бедро бедро хорошо было бы менее соленый но горень тогда могла бы не просолиться не знаю вот на голени за счет того что она как бы по вот со самого массива вместо толще то меньше соли а здесь посолилась просолилась больше дает то что видим и тоньше кусок просто так но наверно в бедре мясо то больше будет без костей без всяких вот этих водоломки растей трубчатых уже проблема реза здесь идет косточки пошли называть штучки я не положили что это такое ну как кошки тонким как как что-то со спицами до связано там какое-то название такое есть вариант хранения мяса да тоже без холодильника считая без всего ворота провисел ну правда ты можешь из десяти парочку откусить по своему никому не откусил вас потому что нас у него сняла волю человека просто железобетонные гвозди бы делать из этих людей да мимо ходил сколько облизывался да и только вот пару раз вот здесь вот облизал чуть-чуть подкоснул ну короче такая вкуснятина все не затягивая говорите нам всем приятного аппетита и да мы сейчас будем кушать чего и вам желаем да простите индичков пусть ваша птица и вы будите здоровы и всего наилучшего у нас готова 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 и чушанная нога житель корочек всем пока